Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами поговорим о производстве сидра и вообще начинаем затрагивать эту тему, потому что армия сидродела достаточно большая, она с каждым разом все больше и больше растет. Сегодня у нас в гостях представитель компании ферменец Виталий Моторин. Да, друзья, всем привет! Сегодня поговорим о расах дрожжей, которые для сидра у нас сейчас самые известные используются. Немножко затронем в общих чертах вообще, как производство сидра вообще происходит. В общем, все на эту тему мы сегодня обсудим. Так, ну, наверное, я перехвачу эстафетную палочку. Что есть сегодня у ферменец для производства сидра? Ну, во-первых, это особая линейка, единственная линейка на рынке. Это линейка из четырех штаммов сидровых дрожжей. У нас всегда был один штамм, софсайдер, так называемый. Теперь мы линейку расширили, теперь у нас четыре штамма, и софсайдер старый добрый остался в этой линейке, теперь он называется софсайдер АБ1. Коротко о нем, что это за штамм, что дает. Если мы говорим о АБ1, это Apple Balance, то это максимально сбалансированный профиль сидра. Особенность этого штамма заключается в том, что он подчеркивает профиль вашего яблочного сока, плюс добавляет некий баланс за счет потребления яблочной кислоты. Поэтому, если у вас слишком кислый яблочный сок, вы хотите несколько нивелировать это влияние, вы используете софсайдер АБ1, соответственно, сидр у вас становится более сбалансированным, более мягким. По скорости брожения, по толерантности к алкоголю штамм максимально устойчивый, он не особо требователен к питанию, алкоголь способен удерживать до 18, даже если мы говорим о айс сидрах, это очень хороший выбор. По кинетике, кинетика довольно быстрая и ровная, по диапазону температуры от 8 градусов до 30, но когда мы говорим о сидрах, конечно, мы смотрим больше в нижний диапазон. Это наш самый первый, самый старый, известный штамм. Сегодня мы добавили еще три. Следующий на очереди, это айс 4, эпл крисп, если мы его расшифруем, что это за штамм. Это штамм тоже из категории баянус, то есть он очень устойчив, неприхотлив к условиям брожения, не требует большого количества питания. Что особенно хорошо для этого штамма, если мы говорим о сидрах легких, освежающих, которые приятно пить летом, это как раз профиль этого штамма. Он подчеркнутый, создает баланс сухости и кислотности, за счет этого как раз создается вот этот хрустящий, так называемый оскоменный профиль. И если сравнивать с чем-то из мира вина, я бы сказал, что это вот кислотное, освежающее, белое, ароматное вино. То есть профиль будет довольно близкий, но с учетом того, что опять же мы работаем с яблочным соком, соответственно, база будет именно яблочного сока. Следующий, АС-2, это Apple Sweet. Если мы хотим к нашему сухому сидру добавить некую сладость, некую сложность, то это отличный вариант. Он позволяет достичь выраженной ароматики уже в сторону, наверное, компотных, джемовых нот. То есть это будет такая более вареная история, в то время как АС-4, например, был свежий, освежающий. И здесь у нас добавляется продукция глицерина, довольно большая, чувствительная, поэтому даже в сухом сидре ощущаем некую сладость. Это очень такая интересная опциональная история. Плюс он образует некие специфичные полисахариды, которые остаются в сидре. Они, в свою очередь, добавляют некую тельность. Соответственно, мы получаем даже там близкую к нулю содержание сахаров остаточных, но, тем не менее, сидр остается сладостным, даже несмотря на то, что он сухой. И последний штамм – это ТФ-6. ТФ – это тути-фрути. Соответственно, это штамм с максимально выраженной фруктовой ароматикой. Если мы хотим именно преобразить, расширить, создать некой такой bubble gum, фруктовые эфиры, то это как раз об этом штамме. Единственный нюанс – этот штамм не для сухих сидров, то есть он довольно деликатный, никогда насухо не сбродит. Поэтому, если мы хотим сделать сухой сидр, он нам не помощник. Но если такие полусладкие, полусухие истории, то отличный вариант, и учитывая его очень чистый-чистый профиль. Соответственно, побочных продуктов у него минимум, но яркая фруктовая ароматика добавляет в большом количестве. Скажи, пожалуйста, всё, конечно, интересно. Я думаю, что наши подписчики, конечно, уже оценили, что был раньше один вид дрожжей для сидра, теперь уже целых 4. И причём сидродер теперь может дополнительно что-то искусственное не добавлять для тельности или для сладости, для сидра, всё делает у него дрожжа. Вопрос такой – нужна ли подкормка при производстве сидра, при использовании таких дрожжей? Вопрос интересный, непростой. Если мы говорим о яблочном соке, яблочном сусле, то это всегда неполноценная история. То есть мы различаем концентрат, допустим, если вы, допустим, на производство берёте сок прямого отжима – одна история. Если вы берёте концентрат яблочного сока – другая. Если мы говорим о производстве из натурального яблочного сока, здесь, соответственно, за счёт присутствия мутности, за счёт факторов выживания, поддержки, витаминов, которые приходят из натурального сока, из яблока самого. Здесь у нас чуть более подходящие для жизнедеятельности дрожжей условия. Но, тем не менее, даже в таких условиях всегда присутствует некий дефицит азота. Поэтому как минимум нужно вносить диамоний фосфат. В идеале вносить органический азот плюс диамоний фосфат. Тогда у нас создаётся комплекс. У нас не будет серы, потому что дрожжи не будут страдать из-за отсутствия дефицита витаминов и аминного азота. Соответственно, в комплекс у нас получится очень хорошая ароматика, чистый ровный профиль и не будет никакого затянутого брожения. Соответственно, риски заражения у нас будут минимальные. То есть максимально комфортные условия создаются. Когда мы переходим уже к концентратам яблочных, а это тоже имеет место быть, здесь у нас, безусловно, это очень обеднённая среда. Туда мы вносим в больших количествах и то, и другое. Ну и подбираем, соответственно, штаммы, которые не так чувствительны к питанию именно. Если говорить про нашу линейку, это АБ1, АЦ4. То есть они минимально требовательны к питанию. Но это не говорит о том, что его не нужно добавлять. Добавлять его всё равно нужно. А вот, ну хорошо, а если хорошо, подкормка, значит, это мы, у вашей компании есть такие подкормки, которые, ну, в принципе, человек заказал с дрожжами, купил себе подкормку и вопросов нет. Или где-то какая-то специальная подкормка? Нет, у нас есть обширная линейка дрожжевых продуктов для виноделов, а всё-таки сидоры, яблочный сок очень близки по своей структуре к соку виноградному и технологии очень схожи. Поэтому у нас есть такая добавка питания, спрингферм называется, либо спрингферм экстрем, если условия более жёсткие. Соответственно, это автолизат, инактивированные дрожжи, которые содержат витамины группы В, факторы выживания дрожжей, эргостеролы и аминный азот, собственно. Самое важное. Соответственно, мы вносим его, и даже несмотря на то, что у нас, допустим, будет дефицит по суммарному азоту, за счёт того, что там большое количество факторов выживания, брожение у нас идёт ровно, дрожжи не страдают, они имеют в нормальном количестве вещества, которые им необходимы, и брожение доведут до конца. Так, ну с этим понятно. Ну хорошо, допустим, я решил брать сок, концентрат сок, но не нашёл я прямого отжима. С чего я вообще начну? Ну, если мы говорим о классическом производстве, соответственно, нужно довести плотность там из БРИКС 68-70, если мы разбавляем этот концентрат, лучше это делать, конечно. Ну, несмотря на то, что сок этот уже кажется асептиком, кажется, там может быть нюанс в том, что он может содержать большое количество вот этих асептирующих веществ. Есть суффлитируемые соки, есть соки, которые даже содержат некие там антибиотики, которые останавливают вообще любое развитие. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Я знаю много примеров, когда, собираясь производить сидр, технологи используют как раз сок, который очень содержит большое количество этих вот защитников от развития микрофлоры, и брожение не идёт, либо начинается уже через много-много дней после, что совсем нехорошо, когда у вас сахаросодержащая среда, безактивное взвеселение дрожжами. Поэтому здесь нужно подобрать именно сок, который приспособлен для брожения. Мы его разводим водой. Если мы говорим об алкоголе 6, который у нас по ГОСТу максимально допустимый, соответственно, нам нужно и подобрать плотность. То есть в случае, если мы производим там полусухие, полусладкие сигары, это где-то в районе 11-11,5. Ну, просто мы берём, умножаем плотность на 0,6, мы получаем искромный алкоголь. Опять же, то есть мы берём воду, мы берём наш концентрат, смешиваем определённые пропорции, получаем там условно, не знаю, плотность 14, наверное, чтобы на 6, наверное, выйти где-нибудь. Ну, это будет уже намного больше. Ну, смотри, когда мы остановим. А, ну да, я забываю, что эти дрожжи усваивают достаточно глубокон. Тогда, наверное, 12-13 может быть уже и... Если мы говорим вообще о алкоголе 6, максимально сухой истории, это десятка. Если мы хотим оставить сахара, соответственно, это там 11-12, зависит от того, сколько мы хотим оставить. Какой вид сидра мы хотим производить. Вот. Здесь может быть вариант с пастеризацией, то есть доведение до 70 градусов. Есть случаи, когда даже кипятят, чтобы вообще избавиться от всякой ненужной. Ну, слушай, ну вот в случае кипячения, скорее всего, часть ароматики, наверное, пострадает вообще? Я думаю, когда это концентрат, там уже по большому шату вся ароматика уже улетела. Поэтому здесь с точки зрения просто предохранить себя от проблем. То есть лучше всё-таки отпастеризовать эту всю историю, потом, я так понимаю, что просто число теплообменников охлаждаем? Ну, если мы говорим о схеме пивоваренной, то мы загоняем это в котёл, при 70 растворяем концентрат и охлаждаем, загоняем в тамгрожение, куда вносим питание и дрожжи. Так, хорошо. Значит, окей, мы загнали, дрожжи загнали, температура там, ну, в принципе, стандартно от 18 до 22 градусов, наверное. Если мы хотим уйти в такую больше английскую историю, то да, если мы придерживаемся такой больше простянутого брожения, более сложной ароматики, тогда лучше присмотреться там температурой 12-15 градусов. Здесь будет такая более аккуратная история. Окей, мы избродили все дела, нам теперь грозит розлив. Что мы можем предложить нашим домашним сидроделам, как дома разлить и набрать ту же углек сатур, например, как и домашний. А, если мы переключаемся на домашний, здесь можно вообще пойти в интересные истории, в истории так называемой шампанизации, карбонизации повторной, то есть это уже такое шампанское, сидровое, скажем так, максимальные грезды. То есть мы делаем стартер, либо мы делаем 15, так называемый, то есть мы не позволяем брожению завершиться, оставляем некое количество сахаров, если быть точно, на 15, то оставляют где-то 15-20 грамм на 100 миллилитров сахаров, и от этого мы, собственно, оставляем эти сахара под брожение уже в бутылке, набор вот этого давления необходимого и, соответственно, карбонизацию естественным образом. Соответственно, после этого разливаем, укупориваем и оставляем при температуре, когда это все будет дображиваться. У нас брожение пройдет, пятнаты мы осадок не сбрасываем, если мы говорим о производстве по технологии шампанских вин, соответственно, здесь мы готовим отдельно стартер, мы подготавливаем, то есть сидр у нас сбрасывается в ноль, мы подготавливаем стартер дрожжевой, вносим туда количество сахара, которое нам нужно, и весь этот купаж задаем именно в бутылку. Здесь у нас идет активное брожение, потом мы переворачиваем, сводим осадок, удаляем, то есть это вот все как положено, да, маримюаж, дегоржаж, все вот эти истории. Очень здорово. То есть сидром это применимая история. Если мы говорим об этом, то здесь как раз можно работать со штаммом АС-4 и со штаммом АБ-1, то есть они выдерживают вот эти вот жесткие условия повторной ферментации, шимпанизации. А скажи, а общий, допустим, общий срок приготовления сидра сколько приблизительно? Здесь все очень сильно варьируется. Если мы говорим о французских сидрах, то там брожение может занимать до 30 дней, только брожение, то есть он помедленный, растянутый. То есть сидр это все-таки, вот почему-то у многих гласит, что сидр типа это быстрая история, быстрее, чем пиво, но это совершенно не так. Если мы говорим о таких индустриальных масс сидрах, то здесь действительно это брожение очень быстрое, там до недели. Это выдержка недели тоже, и дальше продукт уже готов. Естественно, если мы включаем фильтрацию, то это еще меньше сокращается, потому что у нас там с детстилом нет таких вопросов. То здесь это все максимально быстро, но это если мы говорим об индустриальных шустрых сидрах. Если мы говорим об истории уже такой более классической, более растянутой, то здесь у нас одно брожение при температурах очень низких, занимает большой промежуток времени, от двух недель и там до месяца и более. После это обязательно долгая выдержка, это может быть выдержка на осадке, чтобы мы забрали лучшую часть, скажем так, монопротеина из дрожжевого осадка и добавили некую сладость, полнотелость в сидр. То есть сидр это уже больше к вину, чем к пиву, когда мы говорим о технологии производства. Так, ну хорошо, мы это все, значит, не поговорили. Это одна тема, мы с тобой говорили, а если укупорим в домашних условиях, нет возможности, ну как вот, те же домашние пивовары, но нет возможности удерживать давление в танке, в емкости, но я хочу сидрогазированное делать, что мы делаем тогда? Разливаем сидр по бутылкам, добавляем праймер или что мы делаем? Мы не доводим до конца брожения, оставляем количество сахаров определенное, да, там, допустим, 20 грамм сахаров на литр у нас остается, мы укупориваем, соответственно, у нас получается очень высокая карбонизация, порядка 10, то есть это уже очень игристая история, но опять же здесь нужен очень мощный штамм для брожения, СССР, либо АВ1, ну, либо, как я уже сказал, именно карбонизация, шипотнизация, то есть, соответственно, оставить некий сахара и позволить им добродить, окей, без проблем, внести стартер, если у вас брожение уже насухо ушло, это будет более безопасная история, потому что вы вносите, допустим, 10 грамм сахара, вы получаете карбонизацию 5 грамм растворенного СО2 на литр, то есть здесь у вас все известно и рассчитано. Ну, окей, но созревание в бутылке, там уже все зависит, наверное, от типа сидра, да, и опять же, из прямого отжима 1, вопрос, вариант, если с концентрата уже можно, я не знаю, в течение недели после розлива, что-то. Концентрат более простая история, там, как правило, общаться с упекинами и соединения, то есть там ничего не нужно осветлять, сидр уже довольно прозрачный, если мы говорим о соке, соответственно, здесь у нас могут носиться ферменты на осветление в самом начале, здесь обязательно нужно сульфитировать, потому что сок окисляется очень быстро, и ноты окисления мы будем чувствовать, скорее всего, на всем протяжении, если вначале не позаботиться об этом. Поэтому, да, более сложная история, когда мы говорим о соке прямого отжима, здесь нужно использовать метабисульфит, чтобы как раз предохранить это окисление. Ну, и опять же, выдержка более долгая, ввиду того, что необходимо все это осадить, хотя в случае, если присутствует пиктильное соединение, больше или меньше степени, это на процесс занимает больше времени. Понятно. Ну, в общем, важаемые подписчики, у вас, в принципе, достаточно, ну, большой вариант, что вам делать, определиться, какой это сидбур, сухой, полусухой, сладкий, полусладкий, дрожжи вам помогут, по выдержке то же самое. Я так понимаю, что обязательно нужно для себя решить, что хотим и не хотим, под коробку добавлять нам надо, чтобы дрожжи, ну, по максимуму нам сработали как надо. Я так понимаю, что эти дрожжи, они практически вновь съедают весь сахар. Да. То есть, остаточного, как в пиве, там 2-3, там точно нет. Опять же, под коробка, это история о том, что мы создаем для дрожжей условия, когда они не страдают. Если мы хотим сделать максимально чистый профиль, под коробка, это единственный вариант, когда нам не нужно потом заботиться о том, как удалить серу из сидра, как что-то еще поправить, чтобы не было развития посторонних микроорганизмов. Вот. Расскажи про эти сидры, что ты сегодня принес, чтобы мы... На самом деле, я хотел принести определенные сидры, но найти не так просто. Наше время, да. Как казалось. У нас есть много интересных, развивающихся сидрей на сегодняшний момент. Сидр это вообще, наверное, один из самых таких популярных, трендовых направлений на рынке сейчас. И я принес 2 сидра, которые производятся из сока натурального, прямого отжима. Соответственно, первый сидр, это сидр коллаборационной варки одной очень известной сидрей и пивоварни. с добавлением кленового сока. Мы сегодня попробуем. Это вот это. И второй это полусухой сидр, классический, без чего бы то ни было лишнего, с использованием чистой культуры дрожжей, ну, дрожжей, скажем так, винных, сидровых. И, соответственно, это сидр из Москвы, это сидр из Питера. Вот мы опять же здесь оценим разницу, потому что у нас есть питерская, так скажем, история школы сидров. Это история более кислая всегда, такая подчеркнутая, очень интересная, с неким фокусом в дикое брожение, все может быть. Но здесь, я думаю, все-таки культурное брожение. Поэтому такие 2 интересных образца. Не вижу смысла, не попробую. Да, давайте попробуем, заодно поделимся, что, как, чего у нас получается. Так, с чего мы начнем? Начнем с этого, потому что он без кленового сиропа, он сухой. Сидр с кленовым сиропом очень даже звучит очень хорошо. Он сухой, да, я сказал, что он был сладкий, он на самом деле сухой. Ну, цвет прекрасный, пена хорошая, игристость как у шампанского реально. Да, ну, здесь сразу видно, если даже по свету посмотреть, что здесь максимально не окисленная история. О, хорошее прям. Вот, кстати, это сделано на соке прямого отжима или на концентрате? Как они анонсируют, это сделано на соке прямого отжима? Ну, да, вот. Я в аромате чувствую вот эти танины от кожуры яблока, есть такое. Пахнет очень неплохо. И здесь прямо чувствуется вот эта вот оскомина такая, когда пробуешь такие яркие кислотные яблоки. Да, то есть получается по мне такой, ну, кислый на летом, на жару хорошо, и в конце вот эта терпкость от пектинов яблока очень даже чувствуется. Здесь хорошие сбалансированные, здесь по бочке ничего нет, здесь аромат яблок присутствует, довольно яркий. И да, здесь даже есть некая такая тонинная история, которая в конце вот... Ну, я прям чувствую, что как будто вот, знаешь, когда вот делаешь пюре, там ребенку даже из яблока трешь вот на терке, вот этот вкус, вот этот пюре с кожицей, вот прям дает вот этот аромат. Ну, кстати говоря, у нас есть бич российских яблок, скажем так, если мы работаем на соках прямого отжима, что у нас они в основном сады-столовые, то есть технических яблок у нас довольно немного. Поэтому, чтобы как-то набрать вот эту вот тонильность, вот эту вот историю, которая превратит наши сидры, создаст более подходящий для сидры профиль, часто приходит к мацерации, то есть яблочный сок, яблоко измельчают и на мезге оставляют на определенный промежуток времени при низкой температуре. Соответственно, когда у нас этот процесс идет, у нас происходит больше инстракции тонинов из оболочки, из жмыха, скажем так, яблочного. И за счет этого как раз получается вот большая тонильность даже в столовых яблоках. Дома это тоже можно делать, это очень хорошее направление, потому что иначе это будет пустотел. Здесь это как раз присутствует. Слушай, прям ничего лишнего нет, как будто действительно мы яблоко не едим, а пьем. Да. Вместе с кожурой, причем вместе с кожурой. Поэтому очень хорошо получается, я за его советую. Хороший прям. Ну и здесь опять же, здесь не чувствуется окисление, то есть никаких лишних нот здесь нет. Ну опять же, кислота в меру, я то ставлю, то есть нет такой какой-то вот прям, вот знаешь, бывают неприятной кислоты, такой, что прям пить невозможно кислятина. Я не скажу. Вот очень приятно пить. Причем, вот я пью, вот этот вкус, вот этот аромат, он прям насыщает такой плотненький. Хотя он сухой, но с полнотелом таким вот ощущением. По факту сухой. Снят ощущение, что мы пьем воду за счет того, что там вообще ничего нет. То есть это уже такая история. Так, и вторая история у нас здесь. Это у нас уже полусухой, наверное, либо даже полусладкий. Это полусухой, ну как раз здесь с добавлением кленового сиропа. Кленовый сироп. Скажи мне, пожалуйста, ну я по качеству сидрых тоже пока новичок, кленовый сироп. Почему кленовый сироп? Ну, я так понимаю, здесь хотели добавить сахара, плюс нести некий специфичный профиль. Соответственно, мы видим, что здесь уже и цвет другой, и плюс это совсем другой профиль, другая ароматика, и кленовый сироп такой интересный сам по себе. Давайте, как говорится, занюхнем. Да, здесь немножко по-другому. Но, кстати, вот отличие от этого, тоже аромат какой-то тонинный есть такой, но он такой какой-то более тяжелый, что ли. Мне показалось, это слаще. Есть такое, что, а, полусладкий, так я говорил? А, ну все, тогда правильно. Так оно есть. И видишь, есть аппалистенция легкая, то есть, если мы тот пили идеально прозрачно, здесь аппалистенция есть. Ну, здесь по мне так есть некие нотки окисления. Да, есть такое. Хотя, вообще, аромат достаточно богатый. Аромат интересный, вот такой оттеночный, кленовый. Я думаю, что обычный потребитель, который нечасто пьет сидор, он ничего не заметит, но все равно, он, конечно, скажет, что... Сидоровый рынок довольно интересен тем, что где-то в каких-то направлениях приветствуется вот это легкое окисление, легкие дикие ноты. То есть, он дает какой-то свой уникальный ресурс? это, скажем так, да. Потребность рынка, то, что интересно потребителю, поэтому, как бы, можно относиться к этому по-разному, но если это имеет своего потребителя, значит, это интересно. А ты приблизительно можешь сказать, с какой сидор этот или другой были сделаны, с какой расы дрожжей? Или это достаточно по вкусу сложно сказать? Это похоже, что здесь присутствует некая спонтанная ферментация, потому что есть какая-то остаточная история, ароматика несколько такая нетипичная, более сложная, более, да, больше присутствует именно профиль дикий. Допустим, если вспомнить, как говорится, домашний пивар или там домашний сидродил, они же, по-моему, дрожжи никогда, в принципе, и сани-то изначально не добавляли. То есть, то, какие споры были на яблоках, то и... Скорее всего, может здесь такая же история? Либо в окружающей атмосфере. Поэтому это, это как бы традиционная история, но когда мы говорим, чистоты профиля добиться довольно сложно. И вообще, вот мне, знаешь, я так понимаю, что тоже сидродилам сложно, вот у них, наверное, каждая партия, она не похожа ни на что. Потому что, одна такая, другая. Так, если, допустим, пивар, он может стабильно знать, что у него такие дрожжи, у него такой вкусовой, ароматический профиль, такой, вот это. Вот у сидродилов всегда все разное. Ну, это издержки. Издержки среди, но тема это интересна, потому что всегда что-то новое, всегда что-то интересное и всегда найдется клиент, которому понравится тот или иной сорт. Ну, если по первому образцу, скорее всего, если говорить по профилю того, что есть у нас, я не знаю точно, на каких дрожжах это все делалось, но это очень похоже на АС-4. То есть, такая освежающая история, легкая, приятная, скарбонизированная, со свежей ароматикой. Здесь ароматика уже более такая, джемовая, я бы сказал. Вкупе с вот этими легкими нотами окисления. Да, и он какой-то прям такой, знаешь, и вот этот легкий, я пью, он жирный, именно как, не в ощущениях, чем во вкусе. А здесь, наоборот, в ощущениях он не жирный, а во вкусе он же получается. Ну, здесь опять же, он уже полусухой, соответственно, у нас здесь есть некая сладость остаточная, плюс кленовый сироп, конечно, добавляет свою вот оттеночную, оттеночную составляющую. То есть, кленовый сироп, это, в принципе, обычное дело для сироп добавлять. А что это... Ну, это необычное дело, я так понимаю, это была интересная коллаборация. Ага, понятно. А что вообще такого интересного? Ты вот тему сироп, я знаю, достаточно давно уже ведешь, что такого необычного для сироп, что еще были добавки ты встречал? Из последнего, что я пробовал, это добавление белых сортов винограда, соответственно, это уже такой сироп и виноград. Еще интересная история, очень интересная история, это внесение вообще разнообразных фруктов ягод. В натуральном виде? начиная от черноплодной рябины, малины, клубники, всего что угодно, то есть вся фруктовая составляющая, это очень интересно ложится. Интересно, а как это получается напиток? Это сидр, сидр фруктовый. А, просто сидр фруктовый? Да, либо сидр с добавлением. Ты знаешь, я почему-то все время считал, что сидр только яблоки, либо концентрат, либо яблоки. Это как с сидром, либо напитками. То есть категория сидр фруктового есть и спокойно можно делать. Да, я не помню всех нюансов законодательных именно, но добавление определенных фруктов, которые присутствуют, скажем так, в нашей полосе, это нормальная практика. Скажем так, добавление цитрусовых, насколько я знаю, ГОСТ не поддерживает, то есть внесение цитровых сидр это невозможно. А так, большое поле для творчества можно добавлять. Еще, кстати, я вспомнил, некоторые сидроделы, я знаю, промышленные, делают охмеление сходя. Да, это тоже интересное направление. То есть сидр это допускается как бы ГОСТ или как? Вот, кстати, ароматические компоненты могут носиться хмель как раз ароматический компонент, то есть мы не кипятим, мы вносим в конце, когда это опять же классический драй-хоппинг, скажем так, мы добавляем просто ароматику хмелевую. Имеет место быть очень много интересных примеров именно охмеленных сидров. А есть какая-то рекомендация, вот например, ну можно ли сильно захмелить сидр или, в принципе, делаете, в принципе, не так большой? Ну, или есть какие-то, я не знаю, по твоему опыту, сколько приблизительно, там, не знаю, на 100 литров сидра можно того же класть сухого хмеля? Или это все сугубо индивидуально? Это сугубо индивидуально, зависит вообще от ароматики хмелевой. Я, как сторонник, наверное, биотрансформации предпочитаю вносить хмель именно на стадии брожения, потому что дрожжи как раз позволяют извлечь больше ароматики, ароматики той, которая скрыта при прочих равных, либо использовать хмель с большим количеством уже освобожденной ароматики, как там цитра, допустим. И, опять же, здесь вносим, желательно вносить при более теплых температурах, либо при холодных, но на больший промежуток времени. Еще вопрос. Вот ты сидр сделал, а дрожжи снял. Дрожжи выбрасываются, ими можно использовать еще раз? Нет, это не тот продукт, где используются еще, во-первых, условия среды довольно жесткие, как я уже сказал, во-вторых, от дрожжей избавиться быстро невозможно, дрожжи не садятся, как в пиве, немедленно. То есть они больше поливидной формы? Да, это по происхождению они очень близки к видным дрожжам. Соответственно, и технологии очень схожи, поэтому у нас выдержка на осадке, когда это все садится, потом у нас, конечно, может удаляться, но вот, опять же, чем интересен сидр, мы можем из дрожжей взять все. Если у нас при производстве пива мы не должны дрожжи позволять им авторизоваться, с сидром это возможно, потому что мы забираем часть осадка, такую приятную часть осадка, как манопротеины, которые сами по себе приносят сладость даже в сухие сидры. Комплексность, сложность и они предотвращают сидр от дальнейшего окисления даже. Так что вот вам на заметку, значит, дрожжей надо закупить побольше, потому что один раз используется. Но, на самом деле, если мы говорим о сидровых дрожжах, то у них дозировка намного меньше, ввиду того, что они меньше по своей природе, у них дозировка всего 20 грамм на гектолитр. Ну, не так много. Да, поэтому это... А, ну, поэтому и объясняется, что вот упаковка, допустим, для домашних 5 грамм, а если кто помнит, для домашних пивоварений один с половиной грамм идет, то есть два раза меньше. Да, поэтому это все объясняется. Но, опять же, сидр это такое очень большое поле для творчества и да. Большое спасибо тебе за пока такой короткий рассказик. Я думаю, что мы продолжим нашу рубрику «Сидры и сидродели» дальше. Виталий дальше будет раскрывать уже более такие подробности по производству, что-то мы можем даже интересное мы сделаем. Следите за нашими новостями, заходите на сайт мал.ру, подписывайтесь в социальные сети ВКонтакте и Телеграм, а также смотрите ролики на YouTube с нашим участием. До новых встреч, пока-пока! Всем спасибо, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok